И кричим, живора, тушки, мои скворбушки, прилетите ко мне, каравульте меня. Вот жизнь была одна, дастная теперь. Ни внуки, ни дети, никто ничего не видит. Живем так вот, этот вот телевизор, да все. Ну Тифом у нас болели много, но никто не умер. На деревне и в памяти нет, чтобы от Тифов-то умер. Перед обедом все становились Богу молиться на коленке. Была общая миска и полоник. И вот берут вперед ты и я по возрасту, а тогда мы меньшие тоже ложку себе свой кофейник положили. И все, и так по очереди, и мясо по очереди ели. Перед тем молились Богу, и когда вышли, Благодарю Тебя, Шристе Божий наш, я хожу на нас у тел земных Твоих благ, не лиши меня Твоего небесного царства. Бабушка, я побежала! Нет, подожди, еще, миленькая, они всю молитву прочитали. Как побежали? Я благословила вам бежать. Я вам говорила, бежите. Ой, все прижуки. Становитесь на коленке как один, встали. Молитесь Богу, очень читайте. Все молимся, молча, все. А икона у нас бывала всю стенку, она и не сгорела. Спаситель наш, хата сгорела, все погорело, а икона остановилась. Молимся, Господи, прости нас. Лучше нас прочитали. Бабушка, поднимайтесь в царято, бежите. Видишь, придумали такое. Бабушка, все, пошли мы. Бабушка, мы купаться. Вы купались, знали, все доложим. Теперь никто ничего не знает. А тогда, бабушка, я купаться. Смотри, вода холодная, ключевая. Смотри, не ходи туда. Ну, плавать чего-то быстро научались. Как мячик плаваешь? Почему, не знаю. Сорок святых мы празднули так. Бабушка праздновала, как праздник. Скажет, сорок святых. Одному не угодишь, упаси Бог. Все праздновали, что Пасху сорок святых. Никто ничего не делал. Лампадик всегда горел. А лампадик был, стакан и коляска вырезанная с картошки. И тут фитилек, тряпкий кусок. И горит этот лампадик. Висит он, он и ночью горит часто. И все перед ним молились Богу. Все. И все слушались, послушники. Жили никто не болел. Я и болезни свои не чувствовала. Все здоровые, все быстрые. Но без бабушки ничего не делали. Вот сорок святых, как напекли жаворонков бабушка. Я умею их сразу уже делать. Все наделали, напекли. А вечером выходили. Был у нас, ну, амет соломы твой, вот он небольшой. И кричим, живора, тушки, мои скорбушки, прилетите ко мне, караульте меня на сахе баране, на кнутику, на хомутику. И вот попоем и китаем жаворонка. А там же забирали, а мы говорим, жаворонки забрали. А там стоит за диаметом хоть кто, хоть папка, хоть бабушка. Забрали на молчанку. Ой, накормили жаворонку. Радости. Вот так. Ой, жизнь была радостная. Ой, радостная. Теперь дети наши, мученики. Теперь все вот это не знают ни что, ничего. А раньше бабушка в почеты, мама, ой, работает все, все с Богом. Никто не начинал ничего делать. Траву идем рвать. Что это делать? На коленке. Жатунку кверху, перед иконой, отчу прочитали. Бабушка скажет, плохо читали, еще читайте. А когда и три раза заставить. Все, молились, ну, бежите пострелятам. И побежали все какой-куда. Ой, жизнь была радостная. Теперь ни внуки, ни дети, никто ничего не видит. Живем так вот. Этот вот телевизор, да все. А мы тогда, праздничек, бабушка, три километра нас пешком у храм. Да, придем там, не жукай, рот не откроем, молимся. Вот, вот что читаем. Ну, до этого я знала веру и усюм. Бабушка учила. Помилуй бог, кто не выучить. О, бабушка, я-то сегодня обедать не будешь. Учила плохо. Бабушка, ну, прости меня. А всегда простение просили. А мама как-то была у нас в стороне, она только работала. Все у нас была бабушка. Как-то сядет, только она вот первая, что молится. Все, вот, вечером все сходились. Вот так и прошла моя вся жизнь. Вот на улице маму с папой уходили в сарай спать. Ну, там вот амбар не обогревался, ничего. Туннель сделан туда. А бабушка нас уложит. Выходит на улицу темнота была. Белая дождь, она говорит, бедные мои воры, как же вы ходите в тень такую. Ой-ой-ой. Закрывают дверь, они, бабушка, мы же пришли у тебя выиску забрать. Это лошадь в рыге. А там замков не было. Вот петелька и палка, и вот эту петельку, и все. Зашли они. Ну, мы спали, конечно. Бабушка самовар, чай с ними пьет. Ни маме, ни папе не говорить. Одна с ними. Да. Они довольны и говорят. Вот это мы не украли, поэтому. Ну, ладно. Они у соседа лошадь увели. У нас нет нашей осталости. Они оттуда увели. Вот так было. Ну, мама прямо при дороге шел на. Все заезжали к ней. Всех встречала. Двери открытые. Всех напоить, накормить. Воров не было. Тогда маму никто не воровал. И мы вот это спим. Обогреет дождь. Да давайте посушим на печку. Девки, слезайте с печки на хоры. Хай погреются тут. Вот так она всех. Мама была у меня, как бабушка, тоже добрейшей души человек. Все выходили и шли с молитвами, с христами, пели благодатные песни. Все идут туда, вот, в лесе вверх, в сухой верх, где волки эти. А там это все было, встречали. И все встречали День Победы. Ой, все пели, все веселились, все радовались. На заваренках, это около хата заваренка, кричали друг к другу. Весело было. Вот так мы встречали. Когда дождя не было, у нас всегда будет дождь. Вот. Вот деревня была маленькая, все собирались с иконами. Крест нес председатель колхоза. Вот. И объезжих. Все впереди. И мы следом все и маленькие, и старенькие. Все молятся Богу, идуть по очереди. И дети мы бежим уже. Кто отстал, кто упал, поднялся. И молимся Богу. Дождя. Господи, не успели дойти еще до деревни. Как пошел дождь. Как улил. Все мокрые. Все, слава Богу, благодарили. Вот так у нас дождя, когда нету. Выходили и молились Богу. И вот когда убирать рожь, у нас не было пшеницы, и чменя, не было у нас это. У нас рожь была и овес. Овес лошадян, а рожь мы. Вот это хлеб ели, все. Просто еще изрезка стали залазить и сеять. Утолкачу утолкли, чтобы пшено получилось. Надо убирать рожь. Рожь поспела. Все выходят, колхозники и председатели, молятся Богу. Рожь надо убирать. Крюками косили. О, я косую кашу и крюком. Эй, милый друг, не успеешь за мною. Да, я это знала с детства, приучены были мы. Рожь покосили, убрали, колоски не пропадали. Вот, и собирали в колхоз, и так. Ну, потом мы уже зажили. А овес только лошадям и коровам. Его не молотили ничего, а скосили. Косой его косить было легко. О, стоишь и пошел, и пошел, и пошел косить. И чменя, овес скосил, это все коровам и лошадям. Была болезнь ТИФ. И вот мама моя заболела ТИФом. Уложили ее с ТИФом бабушка. А мы же бегаем один другого меньше к маме. Лазим по ней, бабушка. Нельзя, говорят, ребятишки. Морятся Богу, ходят на огород. Все, и мы, и траурим. Ну, все, жизни не кончается. А мама месяц лежала. А мы, никто ТИФом не заболел. Уползали по ней. А бабушка только ей губы помочит. А то мы не видели, как она ни емше, ни пимше. На хорах как лежала, так и лежала. Вот и все. Выжила мама. Конечно, она еле встала. Бабушка ее, вот как я покатываю. А бабушка тогда за руки ее вела. Дуняша, Дуняша, пойдем, Дуняша. Вот тут на заваленке посиди. И мама как-то отошла быстро. Уже на огороде. Уже и косила ячмень. Вот после ТИФа. Ну, ТИФом у нас болели много. Но никто не умер. На деревне и в памяти нету, что под ТИФом-то умер. А уж мы-то ты, Господи, Боже. Здесь бабушка ругает нас, а мы к маме. А мама лежит же без сознания, без ничего. И так жизнь пошла. Через дом и рядом уехала я сюда. Работала я. Работа трудная была. Я работала на железной дороге. Сначала стрелочницей, потом старшим стрелочником. Потом мне избирали. Я депутат областного совета. Три года была. Отчет давать. Отчет я давала строго. У-у-у. Что сделала? Значит так. Улицу засыпали одну грандшлаком. Вымолила, выбегала. Сказала шахте, если не дашь квартиру, однокомнатные у них жили в Завалюшке. Прям мать, отец и дочка. Отец туберкулезник. Дом строился трехэтажный. Если не дадите квартиру, все, вы не начальник шахты. Я вам уверяю это. Вот, что я сделаю? Ну, уверяю. Не отдали ей квартиру. Вот, и я обслуживала 41-й магазин. Это нам всем давали. Я никогда там не была. Ничего там не делала. Придут и говорят. Мы завезли помидор по этой цене, две тонны. А продали, может, килограмм 200. А снижение. Перевешивать будем. Давай, бумагу подписала. Депутат такой. Все. А я и не была там. Но заходила каждую неделю проведать Манукова. Это был директор Мануков. Кто у вас жил, кто у вас тут плохо делает, кто не слушает, кто больной, кто ворует, кто что. Он не отчитается. Я, когда выходил, каждый же депутат, три дня и шло депутатское совещание. Вот. Выходил. Затали мою фамилию Никанорова. Отчиталась. Вот это сделала. Вот это сделала. Вот это. Улицу засыпали. Все. Вот это. Все. Рассказала вкратце все, что сделала. Ну, все. Иди. Вот так. В завод пошла работать. Потом уже на Путиловский завод. Ой, работа трудная. Ну, я всегда как-то работала. Чуть не на двух работах. Вот была работа у меня. Гильзы окунали мы. Стояла обыкновенная ванна с кислотою. Окунали. Трое. Один подносит гильзы. 32 килограмма. Другой относит. А я только на кислоте. Милый мой. Ох и трудно. Намордник этот сорвешь. Это не тянет. Окунул ее раз. Вытащил. Поставил эту гильзу. Для бомбов. Вот. А потом ее у нас в кастрюлю. Они. Норма у нас была. На троих. Сто. О, шовы. Мы делали 120. Нам норму набавили. Ой. А кислоту намордник этот сорвешь, чтобы побыстрее. У нас была банщица и туалетчица. Очень просилась расчет. Расчет не давали найти на свое место. Мне жалко ее. Плачет она всегда. Валентина. Я говорю, знаешь что? Я беру себе твои туалеты чистить. Расскажи мне как. Шесть туалетов. Вот. И эту мыть. Ну, баню где-то моются. А нас было тысячу человек. В нашем цехе. Седьмой цех. Путиловский завод. Работала я там. Семь лет. Вот. Ну, и я взяла. А, что ему пошло? Женщина была. Валентина Трофимовна. А когда вы будете успевать убирать? Я говорю, не три раза, а два раза. Утром до работы всегда уберу. До смены. И после работы задержаюсь. Я быстро уберу все. И вот я месяц работала. Кирилл не знал. Никто не знал. Я раньше дежурным автобусом ездила. Но молилась всегда Богу на троллейбус. Меня никто не провожал и не встречал. Не, никого не беспокоило. Ни детей, ни Кирилла. Сама все с Богом. Никогда и случая не было никакого. Приду, шлангу включила, одела все и пошла в туалеты мыть. Сережка ушел, пацан. Лет 12-13. Сережка. Он на фотографии был. И он лейтенант был. Кубики были у него много. Эти хрупчатых. Вот. Лешка тоже ушел на войну. Его не призывали еще сам. Вот. А Митчка, Дмитрия тут. Не, он пошел на войну так. Так он и погиб. Неизвестно где. Ну, на Курской дуги. Вот. Там вроде фотография его. Вот. Ну, и кто еще у нас? Лешка. Николай. Николай. Ой, а Николай был. Душа человек. Он с Сережкой ушел. Пацанами ушли. Обои. Ну, погиб. Субтитры сделал DimaTorzok